Пандемия, безработица и поддерживающие выплаты. Так сотрудникам региональных центров занятости запомнился минувший год. Сегодня показатели в разы лучше. Вынужденные сложности подтолкнули сферу труда к развитию. Изменился как офис центра, так и подход к клиенту. Традиционная форма работы, которую мы использовали до прошлого года, стали для нас неактуальны. И поэтому для нас была первая очередь задача, это, конечно же, оказать содействие в трудоустройстве гражданам, которые к нам обратились. А напомню, что в прошлом году, в сентябре месяце, доходило до того, что численность безработных была увеличена в 3,5 раза по сравнению с данными марта. В сентябре прошлого года в работе нуждались более 8 тысяч жителей региона. Сейчас на бирже труда стоит чуть более 6,5 тысяч. Исправить ситуацию помогли программы самого центра занятости и участие региона в нацпроектах. 350 жителей Владимирской области предпенсионного возраста в прошедшем году переобучились на новые специальности. В их числе Елена Герасимова. Из медицинской сферы женщина перешла в операторы котельной Владимирского завода железобетонных изделий. После 50 лет человеку нужна работа, чтобы чувствовать себя в социуме. И вот я нахожусь в социуме. Мало того, я преподношу, делаю что-то полезное для людей, для общества. Для студентов в регионе действует программа стажировки. По статистике, почти половина выпускников колледжей и техникумов не могут найти работу в первые месяцы после окончания учебы. Анастасия Давыдова в числе везунчиков устроилась в компанию, которая разрабатывает архитектурные проекты. Мне позвонили сами с центра занятости, они сами искали специалистов и предложили работать. Потом начался карантин, и я все это время ждала, и потом мне перезвонили. Все-таки я оказалась здесь. Это только часть программ, которые реализует центр занятости. Все они помогают снизить напряжение на рынке труда региона. Спрос вернулся на и рабочие специальности, спрос вернулся из сферы услуг, производства. Список достаточно большой. Сейчас у нас в регистрах более 4500 вакансий, которые сейчас можно выбирать на портале «Работа России». Сейчас Владимирский центр занятости возобновил частичный приём. Когда закончится второй этап его модернизации, безработным жителям региона, а также работодателям и представителям бизнеса предложат новые услуги. Для этого 30% сотрудников центра уже прошли повышение квалификации в Москве. Илья Лопушенко, Евгения Волкова, Олег Маньков, Губерния, 33.